Медведица Бусинка завершает карьеру. Главный метеоролог Челябинского зоопарка только недавно вышла из спячки и впервые за долгие годы отказалась предсказывать погоду на летом. Сотрудники зоопарка связывают это с преклонным возрастом медведицы и считают, что ей уже пора на заслуженный отдых. Ранее, несколько лет подряд, Бусинка предсказывала погоду так. Перед ней ставили две миски со сгущенкой, одна символизировала холодное лето, другая теплое. Прогноз зависел от того, какую тарелку выберет Бусинка. По словам методистов, сбывался он всегда почти на 100%. Теперь в зоопарке на вакантное место будут искать других мохнатых метеорологов. Челябинские спортсменки завоевали золото чемпионата Европы по фитнес-аэробике всего за две минуты. А хоккеист Вячеслав Воинов, скорее всего, не поедет на Кубок мира. Участвовать в турнире ему запрещает руководство НХЛ. Подробности в обзоре спорта от Ульяны Любимовой. Челябинский хоккеист Вячеслав Воинов не сможет сыграть на Кубке мира в Канаде. Об этом Федерацию хоккея России сегодня уведомило руководство НХЛ. Причина проблемы россиянина с законом. Воинов, осужденный за избиение своей жены, все еще дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой. При этом именно НХЛ является организатором Кубка мира по хоккею. Главный тренер сборной России Олег Знарок уже заявил, что вопросов по Воинову быть не должно, так как хоккеист после скандала в США уже выступал на других международных соревнованиях. Напомню, в июле прошлого года Воинов, тогда еще и игрок Лос-Анджелес Кингс, был осужден по делу о домашнем насилии и частично отбыл 90-дневное тюремное наказание. После досрочного освобождения двукратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в Россию. Поздравляем! Поздравляем! Светами и воздушными шарами встречают в аэропорту чемпионок Европы по хитнес-аэробике. Сегодня челябинская команда прилетела из Чехии, где прошел чемпионат Европы. Ольга Докучаева за выступлением дочери следила в интернете и не спала ночами. Очень волновались, да, была трансляция, смотрели на чешском телевидении, ночью не спали, очень переживали, были очень счастливы, было много адреналина, мы очень рады за наших деток. Италия, Германия, Бельгия, Франция. Больше десяти стран боролись за золото турнира. Но именно российский номер продолжительностью в две минуты не оставил судей равнодушными. Девчонки команды «Антарекс» победили в номинации «Степ-аэробик», а сейчас их ждет чемпионат России, а уже потом и чемпионат мира. Команда «Секрет» завоевала почетное четвертое место. 350 бойцов в красочных костюмах синхронно демонстрируют технику единоборств и гимнастику ушу. Накануне Дня защиты детей в Челябинске проходит открытый кубок. Сюда приехали больше тысячи спортсменов из Челябинска, Курганской, Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Один из участников – Георгий Васильев. Выступает в дисциплине «Традиционное ушу». Это борьба с невидимым противником. Восьмилетний спортсмен рассказывает, на тренировках учат не только приемом борьбы. Что надо иметь терпение. Когда ты ведешь бой, надо быть серьезным. Спортсмены соревнуются в шести видах китайского боевого искусства. Самым маленьким участникам – три года. Но борьба за кубок и медали такая же напряженная и эмоциональная, как у взрослых. Это завершающий этап учебного года. То есть подводим итоги по спортивным клубам как в Челябинске, так и в Уральском федеральном округе. В этот день на центральном стадионе побывали почти 6 тысяч человек. Кубок Челябинска по ушу – самые массовые и красочные соревнования в России. Ульяна Любимова, Айдар Насиров, ОТВ.